В эфире очередной выпуск программы Реальный спорт Ульяновской. Я ее ведущий Михаил Ирсашанский. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об успехах наших тэквондистов, поиграем в футбол, поговорим о легкой атлетике и, конечно, о хоккее с мячом. И поможет нам в этом сегодняшний наш гость, президент Ульяновской федерации хоккей с мячом Марат Шакуров. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Главная новость хоккейная к этому часу, это, конечно, очередной перенос Чемпионата мира по хоккей с мячом в Иркутске. Напомню, сначала он должен был пройти осенью 2020 года, потом его перенесли на весну 2021. Наконец, хотели провести в нынешнем октябре, но от Скандинавы не поехали в Нашу Сибирь. И вот новая дата, осень 2022 года. Как думаете, это последний перенос? Ну, мы надеемся, что больше переносов не будет, и через год город Иркутск и наша страна достойно проведет этот Чемпионат мира. Потому что переносить уже больше нет никакого смысла. И непонятно, что произошло со Скандинавами. Они в феврале месяце гарантировали свой приезд, но в последний момент отказались. Здесь вот уже нужно как-то решать и разбираться на уровне Международной Федерации хоккей с мячом. Ну что ж, а что думают по этому поводу другие хоккейные специалисты, выяснял Юрий Ощепков. Международная Федерация Бенди отменила Чемпионат мира по хоккею с мячем в Иркутске, запланированное на октябрь. В Тар-Тарары полетели все планы подготовки национальной сборной к главному форуму года. Больше всех пострадала Московская Динамо, где сразу 10 хоккеистов являются кандидатами в сборную России. Ребята очень все хотели сыграть, но мы прекрасно понимаем, что здоровье людей, здоровье оно важнее. Мы приняли эту информацию, теперь у нас опять же в ручном режиме приходится менять все планы. Представители Швеции и Финляндии категорически отказались ехать в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Ветеран Ульяновской Волги Владимир Терехов считает, что скандинавы темнят и ЧМ в России вполне мог иметь место. Мы видим, проводятся большие соревнования уже со зрителями, и тем более у нас в России любой чемпионат мира, любой, сделается так, что вообще никаких препятствий не должно быть. Настоящий отдушиной для ульяновских болельщиков стал проходящий в эти дни во Дворце спорта уже пятый по счету Кубок Волгоспорт-арены, где на трибуны допущены зрители. Задача, конечно, поставлена наиграть состав, посмотреть по всем линиям, кто на что способен. У нас есть молодые ребята, которые в прошлом году мало удавалось им поиграть. Опять шанс большой проявить себя у других ребят. Основная часть турнира с участием шести профессиональных команд во Дворце спорта проходит с 31 августа по 3 сентября. А вот в эти выходные, не субботу и воскресенье, зрители ждет ноу-хау. Десять команд трудовых коллективов в режиме нон-стоп с утра до вечера разыграют свой трофей. Площадку разделят на две половины, формат матча и два тайма по 25 минут. Среди участников не только местные коллективы, но и гости из Красногорска. Ну что ж, чемпионат мира по хоккея с мячом, увы, перенесен. А вот пятый кубок Волгоспорт-арены состоялся, слава богу. Там играют шесть команд, в том числе и наша Волга. И я так понимаю, что этот турнир расценивают как подготовку к стартующему в ноябре чемпионату России. Что ждете от нашей команды в новом сезоне? Какие перемены, может быть, будут? Ну, в новом сезоне мы от нашей команды ждем только побед. Задачи будут поставлены однозначно попадать в восьмерку. На кубке Волгоспорт-арены мы тоже наигрываем свои новые какие-то связки. У нас, к сожалению, ряд игроков нас покинули. Но у нас есть достойная смена, молодежь. Мы их будем использовать. Мы сейчас по максимуму даем им играть. И многие ребята уже себя зарекомендовали с хорошей стороны. Что ж, мы, конечно, с нетерпением будем ждать достойного выступления нашей команды в чемпионате России. А вот наши тэквондисты уже радуют нас своими успехами. Наш следующий сюжет о том, как 18-летний Артем Мытарев стал бронзовым призером первенства Европы. 1 сентября исполнилось ровно 11 лет, как ульяновец Артем Мытарев пришел в секцию тэквондо. Сегодня спортсмену уже 18. И из ничего не умеющего первоклассника он превратился в первоклассного тэквондиста. Я не знал, куда меня родители отдали. Просто сказали, что на тэквондо пойдешь. Я даже понятия не имел, что это за спорт. Тем более мне было 7 лет. На недавнем первенстве Европы для тэквондистов не старше 21 года, который прошел в столице Эстонии, Мытарев завоевал бронзу. Лишь из-за неисправности электроники за несколько мгновений до конца полуфинального поединка ему не засчитали удар в голову оценкой в 5 баллов. Обидно, но не смертельно, посчитали в тренингском штабе сборной страны. А сам Мытарев только усерднее продолжил тренировки. Сложно говорить пока о каких-то таких суперталантах. Но, по крайней мере, его мотивация и желание заниматься, оно выделяется среди всех. Он живет в Новом городе, за Волгой. И в течение, по-моему, 5 лет уже он ездит в Киндяковку два раза в день тренироваться. Для справки, из нового города в Киндяковку на общественном транспорте с пересадкой не меньше часа. И это в одну сторону. Но даже такие трудности не преграды Мытареву, который за 11 лет, по собственному признанию, ни разу не пожалел, что выбрал именно тэквондо, а не какой-нибудь другой вид спорта. У меня тэквондо зацепило своими динамичностью, эмоциями после боя. Или когда-либо я выступил, мне ребята после боя подходят, говорят, типа, красивый бой был. То есть я когда кого-то вдохновляю или кто-то меня вдохновляет, я смотрю, чьи это бои и просто в восторге нахаживаюсь. Для тренера Сергея Кондратьева, который в начале 90-х годов прошлого века был первопроходцем в Ульямском тэквондо, Артем Мытарев – первый воспитанник, добравшийся до бронзовой медали Европейского первенства. Но сам наставник говорит, что эта награда принадлежит не только Артему, а всему клубу. Недаром его нарекли «Созвездие». Он единственный у нас попал на Европу, и я ребят просил, чтобы они приходили на тренировки спарринговать. Вот именно спарринг-партнеры, чтобы участие принимали в этом. Все ребята помогали. Все ребята помогали. Поэтому я думаю, что это общая награда, так скажем. Не успели еще остыть воспоминания о европейском первенстве в Таллине, а у Мытарева и его партнеров по клубу «Созвездие» новые испытания. Чемпионат России, который стартует в подмосковном Одинцове 9 сентября. Марат, много интересных спортивных событий происходит у нас в Ульяновске. Какие вам больше всего нравятся? И будь вы министром, какой бы турнир, какие соревнования провели бы у нас в нашем городе? В нашем городе много всяких соревнований проходит. Вот легкоатлетическая эстафета, она уже много лет проходит. Ну, чемпионат России по хоккей с мячом, по футболу, первенство среди 2-го дивизиона. Много-много разных спортивных мероприятий. Но хотелось бы что добавить. Те спортивные объекты, которые у нас заложены, вот быстрее достроить, и тогда еще больше спортивных мероприятий будет в нашем городе проводиться. Ну, и я слышал, что есть желание подать заявку на универсиаду. Дай бог везения нашему городу, чтобы нас выбрали, и на нашей площадке провести такое достойное событие. А герой нашего следующего сюжета, вернее, героиня Рамиля Шагиева, спортсменка, художница и паризер чемпионата России по трейлу. Путь в легкую атлетику мастеру спорта страны Рамиля Шагиевой был заказан с детства. Ведь ее родители, известные в регионе и далеко за его пределами, марафонцы. Именно по их стопам пошла, а вернее побежала и Рамиля. Пример родителей всегда вдохновляла. Их истории, беговые награды, результаты. Все хотелось как бы повторить, наверное. Поэтому это не было навязано, но вот именно желание все равно развилось из истории и их именно прошлого спортивного. Параллельно с гладким марафоном Рамиля пробует свои силы в трейле. Беги по пересеченной местности в основном выбирает горные трассы. Только в этом году она уже покорила при Эльбрусе и знаменитый марафон «Забег за облака» в Уральских горах, где в рамках чемпионата России завоевала серебряную медаль. Я весомую часть своей жизни занималась сориентированием. Это весь, наверное, все студенческие года. Первый раз, наверное, трейл пробежала моя сестра Алсу. И когда пробежала, сказала Рамиля, вот тебе с твоими бегами по лесам это то, что нужно. Вторая после марафона страсть Рамилы Шагиевой – дизайн. Даром, что в детстве 8 лет училась в художественной школе. А затем в студенчестве выбрала специальность – дизайн интерьера. И вот уже несколько лет разрабатывает проекты для кафе, ресторанов, квартир, частных домов. В общем, для всего, что называется жилым помещением. При этом ее рабочий ноутбук обклеен эмблемами марафонских трасс, которые покорила сама Рамиля. В идеале мне хочется, конечно, полностью заклеить его какими-то спортивными наклейками. Это, наверное, напоминание о том, что я совмещаю две деятельности. Одна, которая здесь, в работе, в компьютере, а здесь спортивная. Половина времени на спорт, половина на дизайн. Как признается сама Рамиля, эти две параллели хоть и пересекаются, но абсолютно не мешают друг другу. Напротив, качества, закаленные в спорте, например, выносливость и работоспособность, помогают и в работе дизайнера. Я могу, в принципе, очень долго сидеть за компьютером, работать, и раньше я этим злоупотребляла. Сейчас я все-таки стараюсь глушить свою бешеную работоспособность. Эта самая бешеная работоспособность наверняка пригодится Рамиля Шагеевой на спортивной трассе. На первое октябрьское воскресенье в Ульяновске запланирован всероссийский полумарафон мечты. Шагеева планирует в нем побороться за самые высокие места. Главное, чтобы старт не отменили из-за ковида. Марат, вы представитель игрового вида спорта. А вот если бы не хоккей и футбол, какому бы виду спорта отдали свое сердце? Ну, кроме хоккея и футбола, мы в детстве в пионерских лагерях, во дворах занимались и настольным теннисом, и бегали, легкоатлетикой занимались в школах, в волейбол играли, ну и, естественно, единоборствами занимались. Я бы предпочтел еще игровым видом спорта борьбу, греко-римскую борьбу, дзюдо, самбо. Там очень сильно закаливаются ребята, атлеты, становятся атлетами, и у нас олимпионики много приносят медалей на Олимпийских играх, и не только. Так что хороший вид спорта – это, я считаю, еще борьба. А вот теперь вопрос к вам, как к президенту Федерации хоккея с мячом. Вот ваш вид спорта определенно один из популярнейших видов у нас в области, а вот география по районам не очень. Почему? Своеобразный вид спорта, очень дорогая амуниция, нету больших стадионов, которые позволили бы играть 11 на 11 по правилам русского хоккея. Но мы работаем в направлении, хотя бы начать с того, что те спортивные корты, которые были подарены районам, их использовать, начать хотя бы с рейкбенди, с мини-хоккей с мячом. И ребятам, анчишек, также вовлекать. У нас есть некоторые районы, которые играют. Миликесский район, в Новой Майне в хоккей с мячом играют. Играют даже в старые кулатки. Они приезжали сюда на сельские игры 13-15-летними подростками пару лет назад. Так что не сказать, что география хоккей с мячом маленькая, но просто нехватка больших полей, где зимой придется 100 на 50 залить, чтобы мальчишки играли в полноаромерный хоккей. А вот мини-футболу большие поля совершенно не нужны. А соревнования можно организовать в любом фоке. Как в лучших голливудских триллерах, обладатель золотых медалей определяется в последнем матче. В Ульяновской завершила свой сезон мини-футбольная бизнес-лига. Летняя альтернатива чемпионату города, который ежегодно проводится с осени по весну. Чтобы мини-футбол летом не умирал, создали этот турнир. Инициативу, кстати, проявили все мини-футбольные дружины нашей команды Суперлиги. Действующий чемпион Ульяновской Суперлиги – клуб ПСК. После четырех стартовых туров в бизнес-лиге команда шла на самом дне турнира на таблице – восьмой из восьми. Но к 14-м игровому дню подопечный тренера Дмитрия Николаева уже в тройке лидеров. И в одной победе от чемпионства. Мы вышли, все теперь зависит только от нас. Мы ходим, показываем наш футбол. Давай, погнали! Соперник строителей – новичок Ульяновской Суперлиги. Команда Центра стратегических исследований во главе с экскапитаном Ульяновской Волги Маратом Сафином. На протяжении всего сезона стратеги шли в лидерах. Но первый тайм решающего матча провалили. В их воротах побывало три мяча. А вот забить сами футболисты так и не смогли. В перерыве в основном говорили, что надо забивать свои моменты. И успокоить игру маленько. Играть в свою игру. Четыре минуты второго тайма и вот уже счет ничейный 3-3. ПСК прижался к своим воротам и разбазарил все преимущества, заработанное в первой половине. Вывести команду из Гроги. Вот задача таймаута, который взял тренерский штаб строителей. В запасе около чужих ворот. Поднимаемся. Там напрягаем. Там забираем. Там забиваем. Разговор короткий. Эффект потрясающий. ПСК буквально смял оборону соперника. Сначала дальний неожиданный выстрел Дениса Мерте. Затем фланговый проход защитника Андрея Кузнецова, сыгравшего не хуже любого форварда-дриблера. И точка в виде гола Романа Намиева, оформившего хет-трик в золотом матче. В итоге ПСК побеждает 6-4 и выигрывает Бизнес-лигу. Чемпионы города, действующие. После четырех туров с одним очком находиться на дне таблицы. Но это не дело. Мы решили собраться. Второй круг. Просто выдали все победы и в итоге стали чемпионами. В свою очередь поражение в последнем матче выкинулось из стройки призеров. В конце октября команды снова сойдутся на площадке. Но уже в рамках нового чемпионата Ульяновска. На этом время наша передача подошла к концу. У нас в гостях сегодня был реальный президент Федерации хоккеиста МЧМ Ульяновской области Марат Шакуров. А с вами был Реальный Спорт Ульяновск. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова